Если говорить о Накбе, который как будто начался или есть день, Накбе считается 15 мая, но это неверно и недействительно. Накба продолжается до сих пор и каждый день, и можно чувствовать ее. Можно чувствовать ее, когда смотришь по телевизору, можно смотреть, когда идешь по улице, когда встречаешься с теми людьми, которые жили те времена и их поколения. Говорили, что старики умирают и молодые забывают, но этот лозунг не только неправильный, но противоречит его лозунг такой, что старики умирают и молодые не забывают, и они продолжают это вспоминание. Накба — это боль, боль, которая усиливается год в год, день в день. И молодые люди, даже если я считаю себя вторым поколением Накбе, то мои сыновья — это третье поколение. Третье поколение, мне кажется, даже знают об истории больше, чем меня. Это как будто по истории все забывается, но это вспоминается. Палестинский народ каждый год и каждый момент как будто это возрождается снова и вспоминает. Для меня лично Накба не только история, это образ жизни. Моя жена из Ливана, ее родители, палестинцы из Ливана, мы познакомились во время учебы, а она вернула сюда. Ее родители, и братья, и семья еще живут в Ливане. И Накба для меня, когда мне не удалось познакомиться с моей семьей, с ее семьей только через десять лет, когда мои сыновья не знали семью братьев, жене, маме только через двадцать лет, когда встретились с ними с первого раза. Когда она говорит с ее сестрой, с ее братьев, и вспоминает то, что папа рассказывал им, то, что мама рассказывала им. Когда приезжают ко мне в гости ее родственники из Европы, из США, которые сейчас живут за рубежом. Как будто они придут, приедут сюда, и в голове какая-нибудь картина о Палестине. И они ищут то, что папа или мама сказала им. Ищут именно эти камни, эти деревни, эти дерева, где папа рассказал. Это наследуется с поколения в поколение. И один раз я думал об этом, даже много пишу о Накбе, и удалось мне как будто думать, что Накба выглядит так, будто я сижу на спектакле. Купил билеты вместе с семьей поехать, чтобы посмотреть спектакль в театре. Вдруг темнота, толпа, люди кричат. Я держу, сижу на своем месте, сижу на своем месте. Вдруг свет включался, смотрю, другой спектакль. Мои родственники не рядом. Я слушаю их голос за дверью, я не знаю, что с ними, я не могу искать их, потому что боюсь потерять свое место. Вдруг вокруг меня не моя семья, не моя семья, а другие люди. Они не понимают меня. Спектакль другой, люди вокруг меня не понимают меня. И боюсь спросить, что случилось с моими родственниками. И так продолжалась жизнь. Боимся, продолжаем, держать, надо обязательно держать свое место. Это так началась Накба для арабского населения в Израиле и для тех, кто за дверью. Прошло 20 лет, 30 лет, даже люди не знали, если их братьев, близкие родственники живут, даже если живут, не знают, как они живут, в каким положением. Поэтому то, что говорят Накба, то, что сейчас происходит в Газе, я понимаю их. Они до сих пор мечтают. Эта мечта продолжается с ними. И их дети, они наследуют эти мечты. Мы надеемся, что этот вопрос так не останется до конца. В конце концов, он должен решаться справедливо, чтобы хотя бы люди имели возможность вернуться и жить на своих местах. Я знаю, что нет справедливого решения, нет такого в мире. Но хотелось бы, чтобы это было легально и настоящее решение, чтобы оба народа жили вместе. Как я сказал вам, что в Кафаркане в 1570-х годах жили здесь и евреи, и мусульмане, и христиане вместе. Никаких проблем не было среди них. И говорят мне, что до 1948 года, как мне рассказывал мой отец и рассказывал мой дедушка, что у них не было никаких проблем. Жили рядом с ними и в Тайбире, и в других местах евреи. Они жили вместе, даже не знали, даже не определили, это евреи, мусульмане, христиане. Самое главное для них это жизнь. То, что было раньше, это показывает нам, что мы можем жить вместе. Мы можем жить. Вопрос более. Однако, если бы не решается, то не будет никакого решения. И мы надеемся, что в конце концов мы найдем дорогу для свободы и для справедливости. Спасибо.